Продолжение следует... Продолжение следует... Христос возрождается, славите, Христос с небес встречайте, Христос на земле возноситесь. Особенно трогательно. Последний день перед праздником Рождества Христова, называется Рождественским Сочельником, сугубляется строгий пост, служба, она становится в этот день длиннее. У нас есть хорошая традиция в народе обычай, что это день строгого поста Рождественского Сочельника, и люди вкушают пьюшу только уже с восходом Вифлеемской звезды на небе. По окончании Божественной Литургии на Сынную Церковь уносится зажженная большая свеча, выходит духовенство на середину храма. В разную минуту Вифлеемскую звезду, которая воссияла на небе, которая велывал к Богу, к Естеяму Бога, Младенца, Спасителя Рожденного. А духовенство стимулировали тех пастырей, которые пошли в стадо в Вифлееме, ухтюшу ангельское пение «Слава Вышнюю Богу на земле человеческое благоволение». Они пришли в вертеп и поклонились новорожденному Богомладенцу Христу. Вот мы с вами, братья и сестры, придем в храм, поклонимся яслям, на которых лежит Богомладенец, спаси мир Иисус Христос, принесем в Нему свои грехи, чтобы Господь очистил наши души и телеса, и мы с чистым совестью, с чистым сердцем прославляли новорожденному Богомладенцу, Спасителя мира Иисуса Христа. Я вам всем желаю доброго здоровья, помощи Божией, мира душевного и телесного каждому из вас, каждой семье вашей, домам вашим, а также, чтобы тот мир, который принесли ангелы на землю, в День Рождества Христова, всегда был в наших душах и телесах, и мир был над нашей белорусской землей, нашей святой православной Церковью. Всех вас с праздником, Божией помощи вам и хорошего родительского настроения. Субтитры создавал DimaTorzok